Укрепление экономики, благоустройство всех городов и районов края, благополучие каждой семьи – вот ключевые задачи деятельности власти. С этих слов начал свой доклад Анатолий Желудев. На территории Вознесенского сельского поселения проживают 8 677 человек, почти половина из них – дети и пенсионеры. Остальные – трудоспособные, заняты в экономике поселения или выехали за его пределы на заработки вахтовым методом. Часть занимается ведением личных подсобных хозяйств. Агропромышленный комплекс – основное направление развития Вознесенского поселения. На его территории осуществляют деятельность 65 крестьянско-фермерских хозяйств и 3 крупных. Поэтому исполняющий обязанности главы поселения с гордостью говорит об урожае. В агроферме «Родина» ячмень показал 74 сантиметра с гектара. В ЖК «Кедр» урожайность ячменя – 70 сантиметра с гектара, пшеница – 73 сантиметра с гектара. В агроферме «Прогресс» при посевной площади – почти 4,5 тысячи гектар. Средняя урожайность пшеницы составила 63 сантиметра с гектара. На территории поселения зарегистрировано свыше 3 тысяч личных подсобных хозяйств. Получено субсидии на возмещение части затрат на производство реализуемой продукции за первое полугодие. В 2013 году – 3 миллиона 766 тысяч рублей. Получено кредитов личными подсобными и крестьянско-фермерское хозяйство – 5 миллионов рублей. В целом, под собственным доходом за первое полугодие 2013 года бюджет выполнил на 47,5 тысячи гектара. Темп роста к аналогичному периоду 2012 года составил 104,5%. По нескольким доходным источникам наблюдается низкое исполнение показателей и снижение темпов роста. Среди них – налог на имущество физлиц, что объясняется переносом сроков уплаты на ноябрь, а также арендная плата за земельные участки из-за того, что часть земель входит в категорию сельхозназначения. Сроки уплаты, опять же, еще не наступили. Высокопоказатель недоимки, так как задолжники проживают за пределами края. В поселении активно ведется работа с юридическими лицами, мониторинг предприятий по недопущению задолженности. Выявляются дополнительные резервы в консолидированный бюджет. В Вознесенском поселении удалось в 2013 году снизить уровень безработицы до уровня ниже среднерайонного. Тем не менее, уровень зарплаты остается низким. Замечание по этому поводу сделала замглавы района по экономике. Что касается заработной платы по поселению, то здесь Вознесенское поселение в ранжированной таблице занимает 5 место среди 13 поселений нашего района. И здесь, на наш взгляд, уважаемые коллеги, вы не дорабатываете. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 13 200 рублей. Это всего лишь 72% среднерайонного показателя. За полгода после предыдущего заседания коллегии Вознесенцам удалось улучшить ряд показателей и выполнить рекомендации районных специалистов, что и отметил председательствующий. Я хотел бы отметить, что, на мой взгляд, очень заметные изменения произошли, хотя мы не производили никаких организационных и кадровых изменений по земельному направлению. Потому что заметна активизация со стороны вашего поселения. Вы являете много участков, не охваченных налогоблажением. И, естественно, вы пополняете земельные ресурсы, которые легальны, которые охвачены уплакой земельного налога, арендными платежами. Поэтому, ну это явно, это видно, вы один из лидеров в этом направлении среди других поселений, где много выявлено земельных участков, которые вы включаете в оборот. Поэтому этим направлением также необходимо дальше заниматься. Анатолий Желудев и его специалисты услышали оценку каждого направления. Коллегия рассмотрела не только финансово-экономическое положение, но и вопросы агропромышленного комплекса, социальную сферу, благоустройство и ЖКХ. У вас есть очень большая ценность, которую надо хранить и беречь. Это действующее, нормальное предприятие коммунального хозяйства. И таких предприятий немного у нас в районе. Да, но, собственно говоря, одно, которое безубыточно, которое имеет еще и доходы. Поэтому надо всемерно поддерживать исполнительной власти через программы, через расширение клиентов. Потому что предприятие действительно развивается. И за этим будущее. Поэтому, я думаю, положительной оценки заслуживает направление по благоустройству. Хотя проблемы, безусловно, есть. Надо отдать должное, что сегодня определенная оптимизация внутри аппарата прошла. Все-таки создан экономический блок. Насколько он правильно и эффективно, я думаю, время покажет. Но мы согласились с доводами поселения о том, что так, на их взгляд, это более работоспособно. Также мы давали рекомендации о том, чтобы землеустроитель также подчинялся экономическому блоку. Изменили должностные у главного специалиста, у специалиста Полушина, я знаю, перераспределили. Это бы я отметил. Вознесенское, как и другие поселения, подвергается подтоплениям. Поэтому вопрос защиты населения приоритетный и многое уже сделано. Сейчас закуплены и установлены поселением 6 сирен оповещения. В августе планируется установить за счет средств краевого бюджета еще 4 сирены централизованного оповещения, подключенные к системе П-166М. Я еще добавлю, что после проведения первой коллегии в апреле месяце был проведен выезд управлением ГОЧС в администрацию по вопросу методической помощи. Члены коллегии обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, развития спорта и культуры, а также работу с обращениями граждан. Общая оценка работы органов местного самоуправления в Вознесенском поселении по результатам первого полугодия положительная. Даже более того, Вознесенцам удалось стать лидерами. Отрадно, что Вознесенская наконец-таки первая. А вот знаете, как в большом спорте сложнее удержать эти позиции, нежели их достичь. Поэтому вот все-таки за эти полгода произошли определенные изменения, и в целом они позитивные изменения. Я хотел бы поблагодарить тех работников и те службы исполнительной власти, вот результаты которых сегодня отмечались, это благодаря их стараниям, вот ваши позиции действительно улучшились. Поэтому Анатолий Петрович и вашей команде держать эти позиции. У меня есть предложение признать работу администрации удовлетворительной. Поэтому, коллеги, поздравляем вас, успехов вам. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «ЛАБА».